Художник и война. Тема вечная. Все войны губительны и страшны для человека и человечества. И сегодня, когда жива память о героях, потерях и уроках войн XX века, мы с особым вниманием всматриваемся в картины того, кто был участником, свидетелем и художником страшных трагических дней в мировой истории. Василий Васильевич Верещагин. Офицер, художник, писатель, этнограф, исследователь, путешественник. Именно его кисть была острым орудием, особым оружием, которое вело войну с войной. Авторитет Верещагина у мировой общественности был настолько велик, что в 1901 году он был номинирован на соискание первой Нобелевской премии мира. И тогда, в 1901 году, ровно 120 лет назад, он пишет работу «Письмо к матери». Ровно 100 лет назад она поступает из Петроградского музейного фонда в Ярославский художественный музей. Век в постоянной экспозиции. И каждый наш зритель понимает эту историю простую и понятную. Раненый диктует письмо к матери. Путем исследования наших искусствоведов стало известно, что это третья работа из серии, которую Верещагин выполняет в результате своей поездки в далекие Филиппины. В 1900 году он отправляется на далекие Филиппины, где завершается испано-американская война. Бывает на местах сражения, общается с воинами, наблюдает в госпитале, постоянно делает зарисовки. В апреле 1901 года возвращается домой, и его сын, тогда 9-летний мальчик, становится свидетелем написания филиппинской серии. Отец рассказывал, что бывают такие страшные ранения, когда раненый не понимает, что увечья смертельна, и продолжает двигаться, жить, воевать. Но через несколько часов, когда проходит страшное нервное напряжение и возбуждение, наступает агония. Состояние ухудшается и может наступить смерть. Именно такую историю он захотел отразить на своей филиппинской серии. И на первой работе из этой серии мы видим американского солдата, который на коне отдает кому-то честь, но его голова уже перевязана, и понятно, что он уже получил ранение, но он готов к бою. Вторая картина. Мы видим бойца, которого приносят на носилка в госпитале, его встречает медсестра. Вторая картина. Картина называется «В госпитале». Третья картина перед нами. Боец диктует письмо матери. Четвертая картина. Письмо прервано. Бойцу становится хуже, медсестра щупает его пульс. И, наконец, пятая картина. Письмо осталось неоконченным. Это серия работ, серия кадров, как будто бы из какого-то страшного и понятного всем кино. Последние мгновения жизни. Интересно, что художник не придает себя как историка, как этнографа в этой серии, и он точно передает свидетельство войны. Он специально с Филиппин привез форменное платье, которое одевает на свою жену, становящуюся моделью для этой картины. Лидия Васильевна позирует художнику. Он специально с Филиппин привозит кровать, на которую укладывает этого раненого. Но документальные свидетельства не заслоняют художественного решения. Он оставляет в картине много воздуха, много свободы и заключает их в свои авторские рамы. Вся эта филиппинская серия была выставлена на посмертной выставке художника в 1904 году в Петербурге. Он погиб. Погиб на миноносце Петропавловск, близ Порт-Артура. Но известность и уважение к этому художнику было столь велико, что было принято решение организовать большую выставку в Петербурге, и эта выставка вызвала большой резонанс. Все картины из мастерской были представлены на ней. Была представлена и работа «Письмо к матери» в этой филиппинской серии. Как же случилось то, что одна работа из этой филиппинской серии оказалась в Ярославле? «Только центральное полотно». Поиски искусствоведов дали ответ на этот вопрос. Оказывается, перед отъездом на Дальний Восток Верещагин принимает решение одну работу из этой серии «Письмо к матери» пожертвовать Красному Кресту, обществу Святой Евгении. Мы, наверное, никогда не узнаем, почему он, никогда не деливший свои серии, никогда их не разбивавший и устраивавший выставки как кинематограф и делающий экспозицию полных серий, принял решение убрать эту работу. Но мы точно понимаем, что он знал, что средства, полученные от этой работы, пойдут на спасение раненых, будут отправлены на дело мира и милосердия. Это свидетельство, строки в издании 1904 года, в издании Красного Креста. После посмертной выставки 1904 года все полотна из мастерской Верещагина были закуплены императором для Русского музея. И только полотно «Письмо к матери» на распродаже Красного Креста приобретает купец первой гильдии Михаил Петрович Грентстранд. А затем оно поступает из Петроградского музейного фонда в Ярославский художественный музей. Остальные работы некоторое время оставались в Петербурге, а в 1914 году, когда было создано Общество изящных искусств в памяти Верещагина, а в городе Николаеве организован художественный музей имени Верещагина, эти работы с посмертной выставки Верещагина были отправлены в Николаев. Филиппинская госпитальная серия, или, как ее еще называют, «Раненый письмо на родину» оказалась разрозненной. Сегодня пять произведений хранится в трех музеях России и Украины. И неизвестно, когда будет выставочный проект, который соединит всю эту серию. Но наша жизнь часто дарит счастливые скрещения судеб, неслучайные встречи и важные знаки. В марте прошлого года, 2020 года, Ярославский художественный музей получил письмо. Петербургский врач, кандидат медицинских наук, член Союза филокартистов, Виктор Георгиевич Полагнюк писал, что он занимается коллекционированием открыток на тему медицины. Его давно волнует тема госпитальной серии Верещагина. Он нигде не мог найти ответ на вопрос, почему же одно произведение из этой серии не было отправлено в Русский музей, а затем в Николаевский музей. Наши искусствоведы помогли исследователю найти ответ на этот вопрос, и мы получили роскошный, щедрый подарок врача и коллекционера. В наш музей поступил не только журнал с публикацией об этих произведениях Верещагина, но и четыре открытки госпитальной серии, изданные в 1904 году в Петербурге обществом Святой Евгении. Мы очень благодарны коллекционеру за такой щедрый дар и этот такой славный подарок нашему музею и интерес к нашему музею. Ничто не происходит случайно. Как не случайно перед отъездом на Дальний Восток художник пожертвовал эту картину Красному Кресту, так и не случайно, что произведение попало в конце концов в Ярославль, в город, который художник знал, любил, он здесь бывал и работал, и оставил память о нём в своих больших полотнах. В этой картине и знак, и правда, и слово, и поступок и художника, и офицера. Художника, которого фурия войны преследовала и притягивала, притягивала той страшной и уникальной возможностью написать войну так, чтобы никто никогда не хотел воевать. Субтитры создавал DimaTorzok